В Киеве попрощались с первой олимпийской чемпионкой Украины. На 96-м году жизни умерла легендарная спортивная гимнастка Нина Бочарова. На первой для советских спортсменов Олимпиады в Хельсинки 1952 года Полтовчанка выиграла 4 медали. Вот какой след оставила Нина Бочарова в истории мирового спорта и в памяти друзей? Смотрите далее в сюжете. На прощание с любимой подругой Елена Гудс принесла десяток астр. Цифра 10 была любимым числом Нины Бочаровой. Это максимальная оценка, которую получают гимнасты за выступления. Елена вспоминает чемпионат СССР 1949 года в Киеве. Этот чемпионат у взрослых выиграла Нина Антоновна, а у юниоров я. Она говорит, ты видишь, как мы дали москвичам, как хотели. В 1952 году Нина Бочарова попала в состав сборной СССР, которая впервые выступала на Олимпийских играх, а могла и не попасть. На отборочных соревнованиях гимнастка допустила небольшую ошибку в упражнении. Тренер просил ее заплакать и тем самым разжалобить судей. Но Нина не заплакала. Наоборот, твердо пообещала привезти из Хельсинки медаль. На Олимпиаде в Хельсинки Нина Бочарова выиграла два золота на своем коронном снаряде бревне, а также в составе команды. И два серебра. Переживши и голод, и холод, и войну, она забыла две золотые, две сребные олимпийские медали. Она чемпионка света, чемпионка Радянского Союза неодноразово. Она зробила виху в истории, гимнастик. Коронное упражнение Нины Бочаровой – поперечный шпагат на брусьях. До нее никто в мире не решался на такое. И после завершения карьеры спортсменка оставалась бодрой и активной. Подъем в пять часов, как раньше. Раньше упражнение на бревне в пять утра, сейчас зарядка в пять утра. Ну, не очень, конечно, сильная. Мне врачи не позволяют. Елена Дидух, Илья Крипак, Киев, Твой дом.